Здравствуйте! В эфире новости в студии Анастасия Редько. Старые долги по старым тарифам. Энергетики объявили сегодня, что освободят должников от набежавших пений и штрафов, но только те, кто к ним придет гасить долги до 1 июля. Акция «Всероссийская» обратившимся помогут реструктуризировать долги за электричество, отопление и горячую воду на срок до трех месяцев. Касается это не только задолженности за индивидуальное потребление, но и за общедомовые нужды. К слову, в Удмуртии жители, находящиеся на прямых расчетах по электричеству, задолжали более 600 миллионов рублей по отоплению и горячему водоснабжению свыше 450. В энергосбытовой компании сообщили, что 95 тысяч долговых квитанций уже разосланы и предупредили, если оплата не поступит в июне, тысяча человек останется без электричества. В Ижевске может стать на одну школу меньшим. Накануне городские интернет-ресурсы взорвала новость о том, что 48-ю школу снесут. В соцсетях родители учеников маленькой школы, что на улице коммунаров, обсуждали, что будет с учебным заведением. Городские чиновники передали через директора, что 48-ю присоединят к 97-й. Возмущений вопросов было столько, что экстренно созвали собрание. О чем договорились, знает Мария Лебедева. Родительское собрание по вопросу слияния двух школ началось за пределами зала. Родители 48-й еще на улице дали понять, объединяться с 97-й не хотят. Роза Мусифулина поведет ребенка во второй класс. В какую школу, теперь уже не знает. Говорит, из-за тяжелой адаптации жалко терять учителя, к которому привыкли. Когда я выбирала школу, я выбирала именно специальную маленькую школу. Мы ходили в маленький детский сад, мне очень понравилось, как одна большая семья. Больше есть возможности индивидуального подхода, естественно, ценнее образование. И лучшее образование, качество высокое. Новые образовательные стандарты требуют от школ современные условия, обновленную программу обучения и высокие результаты. Администрация города посчитала, подтянуть к этим нормам 48-ю поможет слияние. Еще одной причиной стало непосредственное соседство школ. Для родителей 48-й основной вопрос денежный. Слышали, за обучение в современной школе нужны немалые средства. Изменить мнение обеспокоенных родителей не смогли даже представители 97-й. Школы в республике должны быть разные. Вот эта небольшая 48-я школа, она имеет ряд своих преимуществ. И когда родители отдают ребенка в первый класс, вероятно, уже родителям принимается решение, какая школа для малыша будет более предпочтительна. Но в администрации Ижевска тему закрывать не хотят. История тянется уже 10 лет. И последнее слово остается за городскими чиновниками. Если 48-я школа будет отставать от 97-й в качестве образования, вопрос объединения поднимут вновь. Мария Лебедева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Мусорные полигоны республики под угрозой закрытия. С 30 июня в России отменяются действующие лицензии по обращению с отходами. В первую очередь это затронет север Удмуртии, например, город Глазов. В региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды подтвердили, что у мусорного полигона Глазова фактически нет шансов получить новую лицензию. Это вообще проблема глобально актуальна для всей Удмуртской республики и вообще для России в целом. В Удмуртской республике на сегодняшний день у нас есть только 4 объекта, которые могут продолжить свою законную деятельность в введении этих изменений в законодательство. Это два в Завиаловском районе, один в Верхшурбодинском и один в Машге. У остальных объектов, сегодня их 14, у 10 из этих 14 объектов шансов практически попасть в новое лицензирование нет. Алексей Кокорин уточнил, что сейчас на федеральном уровне рассматривается возможность переноса сроков отмены лицензий. Предлагается 1 октября и даже 1 января будущего года. Если мнение регионов будет услышано, то появится переходный период, чтобы привести полигоны к новым требованиям. Если же нет, то мусор придется вывозить за сотни километров на официально разрешенные свалки. В Удмуртии начались кражи велосипедов. С начала сезона уже больше сотни пропаж. Найти воришек сложно, говорят в полиции, и снова просят не оставлять двухколесный транспорт без присмотра. Как не стать жертвой злоумышленников? Советы велопрофессионалов в нашем следующем сюжете. Он уже давно не пользуется общественным транспортом и по городу передвигается исключительно на велосипеде. Причем велосезон у Сергея круглогодичный. В седле даже зимой. Но даже он, профессионал с большим велостажем, однажды лишился своего двухколесного транспорта. Протестировав множество противоугонок, сегодня Сергей советует только одну. Единственный самый надежный противоугонный трос, это который состоит из именно звеньев цепи. Он идет длинный, то есть в нем немало очень слабых мест. То есть он самый надежный. Но они, естественно, дорогие и тяжелые, чтобы с собой таскать. А вот такие тросы, они годятся только разве что на то, чтобы его оставить на пять минут без присмотра. Мнение Сергея полностью разделяют полицейские. Такие противоугонные тросы воришкам не помеха. Хотя в большинстве случаев кражи велосипедов происходят из-за беспечности самих владельцев, которые бросают велосипеды где попало. С начала сезона уже больше сотни пропаж. И каждый второй угнан из подъездов. На днях сразу три велосипеда увели из-под носа целой семьи. И шансов найти очень мало. Данный вид преступления, он специфический в том плане, что труднодоказываемый. То есть трудно изымать следы на месте происшествия. То есть, как правило, у нас доказательство – это только видеосъемка с места происшествия. Потому что, сами понимаете, велосипед, стоящий в подъезде, то есть нет печатков пальцев, ничего не остается. В очередной раз полицейские просят не оставлять велосипеды без присмотра, ставить их на велопарковках и пользоваться противоугонками грамотно. Самое главное, самые дорогие части прицепить – это раму просовывать в этот треугольник. И заднее колесо. То есть вот таким вот образом. Если же цеплять исключительно за переднее колесо, то злоумышленник может легко сделать вот такое его движение и просто унести ваш велосипед без переднего колеса. Анастасия Редько, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Спасатели республики напоминают, в Удмуртии продолжат действовать особый противопожарный режим. А это значит, костры под строжайшим запретом. За нарушение – штраф. Вероятность пожаров высока. Опасения спасателей разделяют и добровольцы. В Игринском районе они провели специальные соревнования, чтобы проверить свою готовность к бою с огнем. Водители, механизаторы, педагоги, чиновники на полдня оставили свои рабочие места по очень важному делу. В Игринском районе проходят состязания добровольных пожарных дружин. Эти уже 11-е по счету. У нас в каждой администрации есть добровольная народная дружина. Довольно так это самое. Неплохо они уже работают. Они не только на тренировках показывают свои умения, но уже и показывали не раз настоящих мероприятий. Сергей Кожевников – один из таких. Помощник пожарных он уже лет 5, хотя официально в дружину записался только год назад. Свой первый выезд на пожар помнит до сих пор. Можно сказать, как студент еще выехал первый раз, да, без опыта. Немножко мандражил, но потом нормально все пошло. Тогда дом горел, латыша, и вовремя успели переехать спасли. На полосе препятствий Сергей показал лучший результат. Эти состязания, объясняют профессионалы, очень нужны, чтобы держать дружины в тонусе. Даже этапы эстафеты изменили под реальные условия. Последний этап был тушение горячей жидкости с помощью огнетушителя, но на данный момент мы этот этап заменили. Последний этап был уже именно подача огнетушительного вещества от воды с помощью пожарной мотопомпы. Такие мотопомпы сегодня есть во всех поселениях района. Как ее управлять, главе Сепского объяснять не нужно. Павел Кривойщиков решил лучший способ собрать дружину – личный пример. Теперь поселение под присмотром полутора десятков добровольцев. К счастью, в Сепском поселении с начала года не было ни одного пожара. А вот в самом районе произошло уже 12. И почти во всех случаях выручали добровольцы. Так, совсем недавно спасли станцию Кушьян. Там на дня сгорел дом. Один человек погиб, но разгуляться стихии не дали. Прибить у первых пожарных подразделений добровольцы, которые проживают в этом населенном пункте, уже установили пожарную мотопомпу на пруд и организовали подачу воды на тушение пожара. Огонь удалось остановить в пределах одного хозяйства. Сегодня в Игринском районе более 200 добровольцев. На состязаниях коллеги-профессионалы поблагодарили их за помощь. А игринцев поздравили с победой. Эта команда будет представлять район на республиканских состязаниях. Оксана Худякова, Руслан Рехметов, телеканал «Моя Удмуртия». Открытки веером серия финно-угорских обучающих открыток для молодежи появилась сразу в нескольких регионах России и Финляндии. В Удмуртии тоже. Авторы-студенты, они и предложили изучать языки по-новому, уверяют, этот метод самый простой. Необычные открытки оценила Вероника Ваулина. А что, говорит Мария, можно прочитать на обороте этих открыток. Финно-угорский проект «Открытки веером» – это обучающие открытки для молодежи. Руководитель проекта – студентка УДГУ Мария Золотарева. Совместно с ребятами из Финляндии, Мордовии и Коми придумала и написала этот проект. В итоге их команда выиграла грант. Есть уже открытки разного уровня, и как буклетики, и просто обычные открытки. И хотелось как-то сделать такое, чтобы прямо всех фурор произвести. Такого еще нет. По крайней мере, в моей практике я еще не встречала подобных открыток. Когда просто продукция такая серая, учебники серые, не хочется изучать. А когда что-то такое яркое, за счет яркой картинки хочется прочитать. В веере шесть открыток. Картинки, комиксы с диалогами. На обороте, кроме перевода, краткий курс грамматики удмуртского. Открытки уже переведены на другие финногорские языки, поэтому в рисунках нет национального колорита. С европейским дизайном согласна Наталья Кондратьева, декан факультета удмуртской филологии. Смущает языковеда только этот парень с бутылкой. Но в целом довольна. Говорит, визуализация дает возможность быстрее запоминать язык. Диалог, я сказала бы, ближе к молодежному сленгу. Они несколько отличаются от удмуртского литературного языка. Этот текст написан в ненавязчивой форме, и поэтому любой человек, не специалист по лингвистике, может овладеть адзами удмуртского языка. Эти открытки направлены на молодежную тематику. Не в перспективе выпустить еще и детские открытки, а также в планах сделать открытки на разные темы. Это знакомство с городом, кухня, одежда и другие. Тираж открыток – 100 экземпляров. Их можно будет получить бесплатно на празднике Герберг, который пройдет в Ижевске 12 июня. А Мария ищет спонсоров для развития проекта. Есть идеи, есть и спрос. Вероника Ваулина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». На этом все. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...